Что прогресс делать с человеком? Забыла как пользоваться этой камерой. Думала пешок, а отца нет. В общем, кто хочет ужаснуться, ужаснется в любом случае. Кто не хочет, тот как бы привык шлить. Как бы кусочек деревенской кухни. Это то, что собирается мыться вон в умывальничке. Это то, чем можно это помыть. Вон там у нас крынка, в которой обычно лежит приблуда, дабы натягивать воск, вощину на рамки. Это у нас что-то по типу стабильно под спички. Это мыло, кстати, от лёльки из тюмени и салоя. Спички, листик от капустины, который со мной поделилась свежий, кстати. Половинка свежего кочана капусты, которым со мной поделилась младшая бабушкина сестра. Пара огурчиков, помидорки, это я вчера привезла. Точнее, я их купила, привезла там моя родня. Это у нас мясо, которое вообще суповой набор. Одна, вторая с полу набором. Это курица варёная грудка или что-то в этом роде, которое я сейчас разделываю частично себе, большую часть коту. Кот у меня любит варёную курицу. Там у нас что-то типа соты. Ну, тут это досочки. Сито, которое родственнички испортили, процедивая в нём воск. На самом деле, это немножко в другом делается. Вот тут у меня эта куриная курица с остатками бульона. И, как я поняла, сюда надо мне будет купить сито. Сидичко, чтобы процеживать бульончик, допустим, мясной. Благо, я с собой взяла ещё консерву мясную. И ещё у меня тут консервы есть, с прошлого года. Ну, и, в общем, как сварить щи из подручных средств, скажем так, да? На курином бульоне. Тут у нас гречка. Да, специально. Я даже не подумала, что её можно бы протереть. Это лепестрическая плитка. Так что, любители повопить в камень, можете плеваться тапками, кидаться тапками и плеваться в монитор. Тут у нас свежая капуста. Это размороженная, тёртая дашка и порезанная морковка. Которую мне тоже, кстати, бабака подала. Перчик где-то должен попадаться. Вот что-то он не вылавливается. Но, на самом деле, он там есть. В общем, перчик из серии. Каждый день в этих упаковочках по 400 грамм из Атака. Ещё там немножко совсем этой самой цветной капусты на развес. Тоже из Атака. И гречка. Вот гречку где покупала, не помню. Ну и там должно быть у меня ещё, надеюсь, если мне повезёт, из этого супового набора, одной, второй, что я сейчас разбираю, будет куриное мясо. И всё это, в общем, тут бульон процеженный, куриный. В общем, он у меня как бы варится. Как бы кусочек влога деревенского. Ну и в вёдрах. Вот здесь уже ничего, ибо закончилось. А вот здесь практически целое ведро. Я из колодца, колодочная вода, короче, принесла. И вчера с пруда натаскала. Ну, точнее, как бы оно качалось шлангом с пруда. Я уже от шланга таскала, когда наливалась. Налила себе бачок прудовой воды на случай, если вдруг свет отрубят. Вот сегодня отрубили. Я в 10 решила поставить чайник, а свет отнимал. Ну, где-то через полчаса дали. Не знаю, сколько отрубали. Вот здесь у меня тоже прудовая вода. И вон там у меня прудовая вода. И тут миски кошачьи-собачьи с кусочком, видно, мусорного ведра. И кусочек печки. Здесь тоже была вода в голубом ведре. Причем как бы про запас. В общем, на 4 минуты, как бы сказала Алёнка, я наговорила. Временно отрубаюсь. Десерт имени Люли. Козий творожок. Молочко кузье. Бананчик. И киви. Кстати, бананчик и киви приносила мне Дашка. Скажем так, подружка моя. И было оно все в контейнере. И вот второй раз за день отрубили свет. Первый раз я проснулась окончательно. Так уже встала. А света нет. Когда обрубили, не знаю, но мне его где-то дали минут через 30. А сейчас я пришла из гостей от тети Вали из Елькина. Четыре с лишним часа меня не было. И вот... Света нет. До сих пор. А сейчас у нас у меня телефон на сберегательном режиме стоит. В общем, уже минут так это, наверное, 30. Как нет, света, как я пришла. У меня на плите с остатками газа кипятится в ковшечке водичка на чай. Ну, и это, наверное, мой... Я хотела его на полдник съесть, но так как в гостях очень долго пробыла, не ожидала, не рассчитывала, что так долго будет. Все получится. То вот это у меня или очень плотный полдник, или, в принципе, ужин. Я на ужин тоже немножко другой планировала. Но с учетом, что газа мало, а репестричества пока нет, то могу позволить себе только вот такой или салат. Угурец, помидоры, яичко. Но так как он лежит уже вторые сутки в таком состоянии, ну, в смысле, в холодильнике был, конечно, то все-таки лучше его съесть, пока он еще не испортился. Впервые я самолично вешала гамак. Даже уже посидела на нем. Лежать пока не рисковала. И у нас все еще нет света. Уже часа два как. И соседка в доме напротив сказала, что при луках тоже нет света. И, возможно, завтра тоже не будет днем какое-то время. Но вроде как должны дать ночи. Может, там часам к восьми. Вечера даже. Хотя сейчас уже восемь вечера. И света все еще нет. Учитывая, что у меня батарея разряжается, зарядить ее никак. То это немножко грустно. Но у меня ноутбук заряжен. И я, может быть, даже немножко поделаю редакт. Хотя, если это будут все присветить свечки, то лучше попытаться лечь пораньше. Потому что я вчера открыла приложеньку на мегафоновском смартфоне японскую. В какой-то веке у меня появилось такое конкретное время. Никто на душу не стоит, никто не на звонить и тому подобное. И, в общем, я открыла, допустим, ее где-то полдвенадцатого. Думаю, ну, немножко так позанимаюсь. А закрыла я ее уже, когда было полвторого. И где-то в два, наверное, уснула. Потом меня в пять кот разбудил. Ибо ему захотелось на улицу. Я забыла, что он в деревне где-то в пять утра на улицу рвется. Потом он пришел где-то в шесть. Потом в семь я проснулась еще раз. Он словил мышку в избе или в синях. Не знаю, с синей приволок, по крайней мере, в избе. Потом уже словил маленькую мышку в самой избе. Я поиграл с ней и частично съел. Но в итоге я в лесе где-то встала уже окончательно. Поняла, что все равно уже спать, выспаться в 12 часов не сложилось. И уже не было света. Но, в общем, не помню, как делаются эти узлы. Но тут что-то я такое навертела. Все, он более желтый, чем камера передает. Желто-оранжевые цветы, а тут как-то бледно-желтый такой. И вон там пятно. Хотя, когда я уезжала в прошлом году, его не было. Снимала гамак не я, поэтому я не знаю, кто оставил мне это пятно. Но здесь же я сама вот здесь частично оставляла тапками своими резиновыми сланцами. Но здесь уже тоже кто-то до меня приложился, или точнее после меня. Не знаю уж кто. Ну, в принципе, это не очень-то суть важна. Тут второй такой мудрёный. Как бы узел. Ходила я сегодня пешкодралом в Ескино, как я уже, наверное, ранее говорила. Но что-то ничего не снимала, как-то не случилось. Хотя у нас там в одном месте у Потешки, где она как бы напоминает у Ложбинки дороги между двух горок. Внутри такая вот, как бы в этом месте. Слева, если идти, если стоять спиной к Масеевскому, справа будет Масеевская. Слева будет путь на Волгу и Прилуки. Если лицом как бы к Ескино, то там такой как бы прудик образовался, на самом деле тоже кусочек речки. И в нём очень много жёлтых ирисов. Я так поняла, что это такие какие-то дикие жёлтые ирисы, потому что на механке в одном месте они второй год уже растут. О, кот пошёл. Смотрите как. Всегда хотела заснять, как он как бы не знает, что его снимают и живёт своей жизнью. Потому что когда он знает, что его снимают, то хрен он что вам сделает. Я увидела бочку. Она, по-моему, кверх ногами перевёрнута. Раньше у неё в ней мусор всякий складывался, потом сжигался. Вообще удивительное дело. Не сглазить бы. Постучим по берёзе. Тук-тук. Может быть, конечно, некоторые люди нас боятся, но у нас миновала, как бы сказать, участь. Вот в соседней деревне полтора дома жилых их обчистили. Ну, там один дом стабильно чистили. Это у тёти Вали. Сколько раз я к ней ездила, каждый год у них что-нибудь воровали. Короче говоря, металлолом любители собрать. Повандальничали у них, у неё и у её, в доме бывших её друзей, которые тебе другим хозяевам принадлежат. И всё, что металлическое скоммунизили. У нас-то лежит бочка. У нас, короче, как я поняла ещё со слов некоторых людей, здесь тоже что-то местами покоммунизили. Хотя, может быть, ну, я думаю, что вряд ли человек врёт. В общем, покоммунизили где-то тут так вот по округе. Скажем так, когда у вас есть какие-то родственники в деревне, у вас есть дом, то это считайте, что ваш дом сохранён, да? Вот не только мы такие, но нас, видимо, боятся. А может быть, моя бабуся очень хорошо относилась. То есть она действительно хорошо относилась к некоторым людям, скажем так. И, возможно, это как-то и возыграло роль. А может быть, просто страшна Лёля во гневе. Или бог Лёля в её отсутствии в каком-либо месте вызывает. Может быть, какой-то там, не знаю, хтонический ужас, астральный ужас, ещё какой-нибудь ужас. В общем, я, в принципе, рада. Может быть, они тут увидели какое-нибудь чёрное знамение. Но, с другой стороны, если вы уезжаете надолго, приезжаете на 2-3 месяца только в деревню, и знаете, что у вас там некому сторожить это всё, то зачем ценные вещи оставлять там, где их могут спереть? Правильно? Правильно. Хадзикун мне, конечно, не на этот счёт, но близко к нему. Ну, на мою не то чтобы жалобу, как-то мне вот тут отверил. На тему подобных людей. Ну, скажем так, безалаберность. Безалаберность одних позволяет прожить слегка небедно другим. Как-то так. Свет-таки нам дали где-то полдевятого. Ну и вот. Это у меня завтра на завтрак. Кузи творог. Вот он в контейнере. Кузи молоко. Да, он тут кусочек комнаты. Потом, может, сниму на экшн-камеру. Как выяснилось, велосипеда у меня не будет, по крайней мере, вот в это время, пока я здесь буду в ближайшие дней 5. Потому что у человека, у которого я в прошлом году брала велик, точнее, который мне любезно его предоставил в пользование, на время моего бытия в деревне. Велосипед в разобранном состоянии, и у него нет камеры к какому-то, к одному из колес. Ну, а у нас тут старый скоростной велик моей сестры в состоянии, по-моему, уже в никаком. Ещё есть где-то старый Баушкин велик. Ну, вообще, вроде как велик моей тёти. И он, ну, почему-то в детстве я на нём нормально могла ездить. Потом, может, ну, на слишком спущенном седре, может, чуть-чуть его подняли, или как-то так. Не думаю, что у меня ноги укоротились вдруг внезапно. В общем, у меня ног не хватает на него, а как-то сидение совсем низкое опустить что-то у нашей родни не получается. Ну, и, насколько я помню, у него в прошлом году были тут оба колеса спущены. И то ли их надо накачивать, то ли там что-то менять. Ну, как-то, в общем, советский такой старый велик. В общем, в деревне я без великов. В общем, тут у нас творог, как я уже говорила, козье молоко и клубника, которую я сегодня обнаружила на грядках. Ну, то, что уже не грядки, и то, что когда-то было конкретной такой культивированной клубникой, за которой ухаживали. В общем, если у вас есть какая-нибудь деревня, дом в деревне, и у вас при этом нет в наличии времени там ухаживать за этой клубникой, а при этом есть клубника, то не беспокойтесь, она всё равно будет плодоносить. У меня даже была клубничина, ну, где-то вот такая вот. Самая большая из тех, что я нашла. И когда я вчера приехала, поняла, что когда родственники уезжали, я говорю, ничего не забыли, смотрю ягоды. В чашке, я так поняла, по размеру ягод, то, в принципе, тут, ну, при желании, можно их обнаружить. Я думаю, что, наверное, там ещё что-нибудь на зре. Это вот у меня такой творожок на завтра, на завтрак. Ну, и мне шоколадкой сегодня власти, или, точнее, подарили мне шоколадку. Моя подруга великозвозрастная, из деревни Ескино. Тут сока мне оставила моя родня. А свечку я просто поставила, думала, боялась, что не будет света, но чтобы вот была свечка. Да, вон там, видите, эту зубную пасту. Кто смотрел и щётку, обзор сборов в деревню мелкой, типа, как бы, уходовой косметики, то вот должен был узнать. Кусок моих ног. В типа домашних тапочках. Ну, да, я знаю, что это не тапочки, а слонцы. Короче, видимо, таскание супертяжёлых вещей. С четвёртого этажа до погрузочной машины. И потом уже на первой. Делают ваши руки суперсильными. И вы можете повесить гамак. Не, у нас раньше был обычный такой плетёный гамак, и можно было его вешать, потому что там были эти цепи. И как бы на цепях он висел, и можно было ребёнку даже повесить. Без проблем. Но вот именно такие, на таких вот верёвки, не верёвки, чё это. Я делаю впервые. Интересно, будут ли вопли по поводу моих ног, когда это всё смонтируется уже в угличе, и выложится на канал. У нас сегодня супер жалко. Плюс 32 в теньке. Свет ещё тьфу-тьфу. Надеюсь, не отключат. Не отключали. Ну, я согласна, если они его включат, допустим, в районе с 4 до 5 часов на час. Я на это согласна. А так лучше не надо. Коту перепало козьего молока. В холодильнике у меня столько еды всякой, будто бы тут у кого-нибудь, допустим, была бы, у нас у соседей напротив ренча была козочка. У их родственников вполне они могли бы их родственники завести козочку, потому что я не знаю, как они вообще живут зимой, учитывая, что их мама отдала дьяволу или кому-то там комисама душу где-то месяц, может, назад. На чём они живут. Но их домик выглядит вполне себе таким приличным. Цветочки, то всё. Короче, если бы они завели козочку, то им бы плюс был, и люди бы брали молоко. Ну, у меня тут козьего молока, козьего творожка, всякие такие замороженные развесы не очень из-за того, как овощи, даже банан один есть. И выглядит это так, будто бы у нас тут снова огород, или наоборот, у кого-то огород, кто меня снабжает этим за спасибо, допустим, или за какое-то там шило на мыло, скажем так. Ну, и молоко, будто бы есть козочка. Имитация вполне полноценной деревенской жизни в том плане, что, как бы, я считаю, что дух дома доволен. И он осознает, ощущает, будто бы тут реально такая нужность свою, будто бы у него тут такая снова, как вот, допустим, лет 10-15 назад, лет даже 20 назад конкретно такая жизнь. В деревне сейчас ни одной, ни в козы, ни в козы, ни у кого нет. В лучшем случае курицы, вот вы их слышите, надеюсь, что и у родственника, и напротив, у соседей, по-моему, у соседей тоже были курицы, если я не путаю, но толстокузы они точно есть. В городе сейчас только в той конце деревни, за моей вот головой, за той стороной, куда камера сейчас не смотрит, там никого нет. Наверное, пятое по счету мышь за последние два дня. орал за дверью, я посуду мыла не слышала, и приволок сюда, я говорю ему, жри мышь, раз принес. Одну я сегодня из сеней выкинула, замученную. А он что-то вот орет, орет и смотрит на меня, он что-то взяла фотик, он вроде как, надеюсь, сожрет. тиша жри мышь сою. У нас градусы поспали, сейчас 27, примерно, 26,5 в теньке, было 32 днем. два яйца, оба магазинные, но с разными, разного цвета желтками, пара сосисок молочных, каких-то сверхдорогих, выбирала продавщица, точнее я, когда покупала фортуни, попросила на ее усмотрение, потом замороженная, уже размороженная, сваренная, вот сейчас жарится, цветная капуста, та самая, которая всяху еще была, зеленая, правда, я видела всегда белую цветную капусту, фиг знает, может она разных сортов бывает, сливочного масла, большой шмоть, ну и эта, солька, да, плитку я еще не помыла, как-то не дошли руки, но зато я засняла, как оно практически готовится, хотя оно уже вот не воткнутое, я сегодня сходила, принесла еще ведро воды, не, вот здесь половинчатое ведро, это то, которое я тогда приносила, а здесь вот то свежее ведро воды, и если поставить ведро с водой в огороде, в солнечный денек, то к вечеру она станет уже такой тепленькой, если бы стояла, наверное, в каком-то нужном месте, здесь слишком так под солнцем, иногда бывает просто даже горячее, при этом не обязательно должно быть 30 градусов, но тут пару раз таки облачка проплывали, и соседи даже напротив попили, что дождик идет, дождик идет, но дождик не было, если это сегодня отключали, то как-то незаметно, надеюсь, не отключат к вечеру, ну, по крайней мере, никто не говорил, не слышал на улице, что что-то еще буду делать, так что я думаю, наверное, там уже все отремонтировали, то у меня, наверное, ужин, вчера мне что-то есть особо не хотелось, а сегодня я как-то, вроде жара, и особо делать-то ничего не можешь, позавчера у меня был вечер в переводении в порядок ночлежного места, скажем так, холодильника, вчера у меня был день по ходу по гостям, а сегодня у меня день лежания в гамаке, было очень жарко, просто, ну, ничего такое конкретное делать мозгом никак, ну, отжила свою ферму, в этом году ее так прилично уже разобрали, я считаю, что с одной стороны, может даже отрекучим, чем есть, при нее можно отрекучим делать, допустим, да, а она государство про нее забыла, забила, и она уже совершенно у всех не вернулась, чем вот тут она стоит, в принципе, она бы так гнила, и гнила, и гнила, поэтому пользы особо не было, помимо золотого запаха, когда вот деревянный гном, дом пружиный, гнивы, да, вот тут это, видят ферму, айс ко мне сегодня залитого, пока ходил за фотоаппаратом, он у меня, еще котик стоял, режим фотосъемки, был бы на, в смысле видео съемки, был бы наоборот, фотосъемки, я бы его сфоткала, и он бы меня не заметил, я бы его сфоткала, а он, получилось так, что, видимо, давно гулял, но и, уже в полете, в таком, заснялся, немножко, вообще, впервые у нас, наверное, за мою жизнь, если, конечно, ничего не путаю, в огороде, шастлоп айс, но я, что, предупреждаю, вот ее разбирают, как бы, естественно, но, если нормально, то, наверное, что-то себе достраивают, местные жители, зимой, или там еще в какие-то дни, время года, а, я думаю, что в основе, это идет на протопку печки, и все-таки, конечно, может быть, это, ну, как бы, палка в двух концах, но все же лучше, пусть она принесет, ее стены деревянные, да, крыша, еще что-то деревянное, принесет пользу людям, в роли протопки печки, чем, опять же, просто внеет, вот, и жилым, перемянным, полу, зеленевшим помещением, ну, и, как бы, соответственно, не было скопления мусора, ну, я понимаю, если бы государство про нее помнило, и здесь были бы снова коровы, там, или еще что-то, какие-то животные, то, да, ее бы, конечно, не разграбили, у местных жителей, тут, как бы, уже и добить-то нечего, ее не разобрали, я думаю, скажем так, ее бы не разобрали, и у местных жителей была бы работа, оплачиваемая, круглый год, так что, все, как бы, двойственно, в этом, практически, или половина, большая часть всего двойственно, двояко, в этом мире, в России, в особенности, вот эта дорога, периодически, перекрывалась, когда, были попытки, не то, чтобы отродить ферму, но использовать ее, тоже слегка, почти по назначению, вот, одной, мне как-то, туда не с руки заходить, с кем-то, я бы зашла, наверное, но, вот именно в таком состоянии, когда я в ферму, тут у нас малина с овосевом, где-то, вот, в этом месте, была одно время, загородка, и, ни на велике, никак не пройти, ну, и здесь, вот, хоть и заросло все, травой всякой разной, тут был, загон, коровий, в принципе, при желании, можно, при наличии, в прошлом году, сделанной, подобии дороги, можно и отсюда проехать, как я тут, сегодня убедилась, и через, дом соседа, в прошлом году, дававшего мне велик, а можно, по кружке, и, я, по крайней мере, там еще не ходила, но, учитывая, что моя родня, там проезжала, и к соседям ездили на машинах, думаю, что там тоже можно проехать, вполне себе сейчас, вот, так, я, еще, чтобы, чтобы, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И привез меня сюда внезапно, как раз в пятницу, в день автобуса Скажем так, некто под названием Лапулин В стримах бывающий, он же Герасим Ну вообще, звать его по-другому, но из-за старой форумной темы я его называю Герасим Внезапно он отвлекается Попробуем Сначала это было зернохранилище И в прошлом году, мне кажется, оно выглядело несколько лучше Но ему вот помогли, скажем так, не местные жители А кое-кто Имен не знаю, но, скажем так, останется на их совести Но тоже, с одной стороны, его можно было бы, наверное, использовать как-то еще А с другой стороны, так как государство, в принципе, на эту часть деревни Или на эту часть России глубоко и высоко с колокольни В общем, дела нету Соответственно, она вот, один вариант она могла бы просто сгнить Это постройка большая Это постройка большая Но, с другой стороны, кто-то поднастроил себе домик Либо протопил печку А может быть, и то, и другое Это так называемая круговая дорога По которой я сейчас иду Хотя, на самом деле, я иду просто в обход В начало, можно сказать, деревни Ну, или конец Смотря как смотреть И вот отсюда я как раз вернулась Если я идти от нашей фермы И стоять спиной к ферме То налево будет одна часть круговой дороги Если прямо, то в Кожевниково Но там уже его давно нет Если дойти до поворота Прямо и налево То дальше этот круг дороги пройдет И можно напереться Уже, конечно, ни насчетом не осталось А только местами малина Если тот, кто знал или жил То познавательный знак Или кто однажды был Два пруда там есть И сначала, в принципе, попадается Один пруд И он как раз почти от снова Начала Забывая все время Исток или устья Потешки Вот того ручья Который я показывала На другую камеру На экшен Рядом с прудом нашим Идущим А можно попасть Вот как раз За этой потешкой Два пруда было И деревня Между ними Прямяково Где, кстати Как я в свое время выяснила У моей Уже бывшей подружки Я думаю, что бывшие друзья На самом деле Никогда ими не были У моей одной, скажем так Бывшей знакомой С левого берега Ее мама У ее мамы была родня Вот так вот Как бы земля круглая Куда ни плюнь Везде знакомый Ну и там вот Если прямо опять же Ехать Миновав Прямяково Когда маленькие были Ездили на Синокоз В Ескино У бабушкиного Бабушкиной У мужа бабушкиной Если так Была Усадьба Не усадьба Но большой Прилечный Клок земли Там Синокоз Соответственно проходил То вот как раз Можно по этой дороге Упереться В Ескино Где как раз Чуть Валя живет Ну и когда Маленькие были На велике Там ездили Дедушка В этих прудиках В одном из У Прямякова Ловил рыбу Еще обещал мне показать Как он это делать Но не успел Как раз вот Мне 17 стукнуло Когда дедушка умер Ну и в общем Там как раз Вот одно время На другой стороне Были Оставался Уже можно сказать Дикий одичавший сад Там смородина была Черная Яблоня Значит вишни Не помню Но была еще Это Черемуха А на другой стороне Была малина И рядом Учитывая что Обычно крапива растет В таких количествах На том месте Где когда-то Была ферма То скорее всего Там и была ферма Потому что На следующей стороне Где был сад Там был загон Это еще Остатки такие Было видно И понималось Что вот здесь Были дома Когда-то И была деревня Что убил уже Мужку-то Правильно Нехрен дом Тащить Мышей Если на улице Поймал Жри их На улице А если Поймал дома То тоже Тащи на улицу Нефиг лежать Дома Нефиг Тащи на улице Слабонервные должны отойти от экрана. Никто сказал, что котированные коты не охотники. Седьмая мышка за три дня. Судя по цвету, она все-таки из дома вытащена. Не зря пищала что-то такое во дворе. Тише жри, не отвлекайся. Потом поймаешь еще одну. И всех, кто сейчас стоит в доме, переложишь нафиг. Вот от тебя польза кошачья. Тише. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все белые ночи Тут даже в 11 светлее, чем в городе в это же время ДимаTorzok 21,39 Торшер из прошлой квартиры Я его таки включила В окне видно Вчера летал тут шмель Сегодня в принципе тоже, вчера даже два летало Надо было взять камеру заснять Или записать, но что-то как-то Было лень Вчера чутка было грустно Сегодня тоже чуть-чуть совсем Но вот Тут есть гамак, а там его нет Да и в плане мои проекты как-то стоят так Что в принципе можно даже если вдруг получится Сучиться, так что приеду позже Уж цветок-то до 15-го я как-никак сдам Даже до 10-го Благо он в процессе Правда на компьютере дома В городе Написала сегодня смс-ку Женщина, с которой ездили в Беларусь Два года назад У меня ее номер до сих пор в телефоне значится Но у меня как-то В силу плохого опыта Общение с теми С кем когда-либо ездила Когда собираешься снова поехать Вроде как договаривались Если обменялись данными То никто ничего не хочет знать И тому подобное Как-то было немножко Наверное стрёмно И написать самой Но вот она написала И внезапно она меня помнит Я ее тоже соответственно И она едет в Карелию От Ярабултура И вроде как даже договорились Все-таки наконец-то Снова пересидеться в Реале Она из Ярославля Может быть я все же Сподоблюсь и съезжу Третьего, четвертого Либо Седьмого, восьмого Какой-нибудь из этих дней Третьего, четвертого Или седьмого, или восьмого Ежик Ежичек Два года ежика не видела Ежик, ну вылези куда-нибудь, а Пробежал сейчас прямо передо мной Пока фотик достаешь Ежик Ежик Хорошо кот в избе А то был бы сейчас трындец Ежик Ни головы, ни ножек Насиком в привет Они там что-то про ежика все у меня буянили Ежик Кис-кис-кис-кис-кис Ежик Кстати, у меня тут курочка лежит Которую кот не сожрал Предпочтя ей мышь Хотя сам курицу выпросил Так что ежик Можешь сожрать курочку Пчел Портзадание Можно сказать Даже без панамы Пчелы Если на вас Вы на чем-нибудь сидите Много То мне повезет Возможно И я уеду обратно Тоже на машине Тут вообще хрен поймешь Где риток Тесна Не особо и много Вблизи Эту штуку Про которую я тут говорила Не помню на какую камеру Он вообще живой Этот улей Или тут у нас все-таки Девять А Десятый пустой Продолжение следует... Десятый пустой Попробуем Помню его Оно Капли Оно Надеюсь, это не с моим котом собачицам. Как бы подтверждение, что я близко к ним подхожу. По-моему, из всех пчел только в одном уле их дохрена. Мы сейчас определяем, кого из них можно подоить уже. Они, конечно, не свисают, как бывает иногда. Пятый домик. Скорее всего, хочет, чтобы его подоили. Он как бы шумит, но что-то в нем ни хера не видно. Но из этого, может, вообще все вылетели. Хотя нет, шумят. Да, наверное, только пятый у нас хочет, чтобы его подоили. Тут вообще, глянь, что-нибудь есть признак какой жизни? ХЗ. Ёжик, одна башка, пять носик. Ёжик, а ты в курсе, что у нас манга про любовь ёжика закончилась? Ёжик, я знаю, что ты умеешь по этим стенам ползать. Яйки-коза какая по дереву. Жаль, темно вот с этой стороны не видно. Я здесь сейчас запоткаю со вспышкой. Пока я тут смотрела на литки с пчёлками и номера уточняла ёжик, что-то обратно не хочет уваливать. Темно вообще-то. Наверное, нихрена не видно. Он что-то, смотрю, он обратно пополз. Сейчас попробую его заснять снова. Доказательство. Десять часов, где-то так, десять минут, возможно. Юная слюна и, в принципе, белые ночи. Всё-таки, Сонька, классный фотик. Вот сейчас он снимает точно так же, как на самом деле. Деревня Масеевская. Луна. У меня, возможно, услышится, хрустнула палочка под ногой. Супчик. Тоже второй супчик. Той. В общем, как я поняла, из супового набора, обычного куриного, выходит, наверное, четыре супчика. Первый раз я варила там какую-то запчасть, половинку супового набора. У меня части бульона я сварила. И кусочков мяса. Щи. В этот раз я тоже сварила щи, только в этот раз добавила ещё немножко помидорки. У меня было черри-помидорку. Второй раз покупаю черри-помидорку. Причём, как-то она мне не нравится. В салатах, в ресторанах или в гостях она, может, действительно нормальная. Но вот именно до салатов. А так она какая-то... Ну, как никакая. У меня тут сметанки, остатки была, роскошь и хлебушек я специально порезала. Он в холодильнике обычно лежит, чтобы дольше прожил, скажем так. Это у меня, скажем, свидетельство того, что мне вчера захотелось от чесночка. Ну, три маленьких таких вот зубчика. И один чесночок, как говорила моя родня, должен быть менее таким чесночным. Уж не знаю, насколько менее, но я вчера его цапнула солью, значит, кусочек этот зубчик чесночка. И, в общем, вот то, что осталось от большого куска хлеба. Мне захотелось это запить, здесь чем-то просто адовая что-то было. Я думала сначала суп заморозить, но у меня он как-то слишком уж нагрелся. Я думала, он до 4 часов, до 5 точнее, не успеет остыть, чтобы его можно было безопасно сунуть в морозилку. Поэтому у меня тут где-то вот баночка. Я её всё-таки отмыла. Брала я с собой арахисовую пасту. Из этого и в атаке она, по-моему, бывает. Ну, в атаке она с орешками бывает. А это из высшей лиги. Тут я вчера вот была как раз в тёте Вале. Немножко по пути я на другую камеру записала, но как-то вот у меня не сложилось. В общем, она ходила в силу, простудилась. Короче, я ей посоветовала листья заваривать, как его там, брусники. И вот она ходила, набрала, и вот эта одна треть, которая из того, что у неё была, я у неё одну треть забрала. Мы с ней договорились, что в следующий раз я приеду, и если будет не очень сильно жарко, или там ближе к вечеру, схожу с ней туда-куда. Когда-то давно ещё, когда у меня бабушка здесь жила, была в добром здравии, я с ней ходила пешкодралом. Вот в Тверскую область. Там у меня листики, я их помыла, ибо они немножко пыльненькие, грязненькие были на всякий случай. Ну, не то, что грязненькие, но больше пыльненькие. А мочила я их в прудовой воде, это листья подорожника. Тут у меня листья чёрной смородины. Я вот такая, вроде как травник, но даже знать не знала, что листья красной смородины не пахнут. Мне об этом сказала моя подружка Дашка. Вот это листья чёрной смородины. Я у неё набрала у тёти Вали в Ескину, потому что у нас как-то напряг, вымирает она. Ну, там у меня остатки были роскоши огурчика, два помидорчика. В принципе, я здесь хотела остаться до 30-го, но получилось так, что люди, один в основном человек, которого очень долго ждала. Вообще, я поняла, что лучше не ждать обещающихся в гости, а плюнуть и исполнять исключительно свои желания по мере возможностей, потому что иначе я бы сюда приехала намного раньше. В общем, человек, который ко мне собирался ещё в начале июня, наконец-то созрел. И так поставила перед фактом меня в четверг или пятницу, хотя я и сказала, что приеду к концу недели, то бишь 30-го, собиралась вернуться. А она, я могу ли в четверг или в пятницу в 6 часов к тебе прийти? Ну, пофиг вообще, дым, какие у меня там планы, где я могу находиться. Но так как человек ещё не был в новой квартире, ну, думаю, хрен с тобой. С одной стороны, даже, может, лучше, что я тут только неделю пробыла. На первое время не успею устать, что бывает иногда подольше, так приезжаешь в деревню, дней на 10, а потом недели-две не хочется сюда ехать, да. В общем, я думаю, потом дней через 5 вернуться обратно. У меня вода. В общем, я этот супчик хотела показать вам. Щи. Ну, там у меня на диване мой склад вещей, которые собираются. В этот раз я, по ходу дела, поеду, наверное, своим ходом. С одной стороны, неудобно ехать бесплатно, как сюда ехала, но с меня отказались что-либо брать. Вот даже видно, сквозь дверь, сквозь двойную дверь такой проход, там сене, потом уже двор. Часы, которые не ходят. Ну, и тут кусок деревянного дивана, которому 200 с хвостиком лет. Горки, кстати, тоже 200 с хвостиком лет. Ещё есть стул за печкой остался из этого гарнитура. И ещё есть комод. Ну, диван, естественно, покрашенный. Изначально вот всё вот там такого, как горка была, цвета. Думаю, в следующий раз, когда приеду, надо здесь поразбираться на полках, такой слегка сказочный бардак, в некоторых местах вообще не разбирались несколько лет уже. Ну, и вообще, я как-то большую часть тут провела в ничего не делание. Продолжение следует...